Завершается май. Скоро в школах прозвенят последние звонки, а значит, стартует важная пора сдачи экзаменов, по окончании которой выпускники должны получить аттестаты о среднем общем образовании или об основном общем образовании для девятиклассников. Для того, чтобы провести государственную итоговую аттестацию без укоризни, нам нужно серьезно поработать. Об этом ишла речь на рабочем совещании в районной администрации. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко, открывая совещание, сказал, что район активно участвует в межведомственном взаимодействии по подготовке проведения итоговой аттестации и прилагает усилия для выполнения важной государственной задачи. Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы понять, насколько мы готовы к проведению итоговой аттестации по тем полномочиям, которые переданы каждому из вас в рамках ведомственной структуры, ну и понять, если есть у нас какие-то широковатости или, может быть, неудочненные моменты. Вот сегодня мы должны все эти вещи состыковать. В своем докладе начальник управления образования Славянского района подробно рассказал, что уже сделано для обеспечения всех требований при проведении итоговой аттестации. Для проведения ЕГЭ на территории района, так же, как и в прошлом году, сформированы три пункта проведения экзамена в школах 1, 4 и 16, в которых работают 35 аудиторий под онлайн-пидеонаблюдением и 7 аудиторий под оффлайн-пидеонаблюдением. Это аудитории, подготовленные для детей с ограниченными возможностями здоровья и специальными условиями для сдачи экзаменов. Районное здравоохранение играет важную роль на экзаменах. Будет сделано все, чтобы при необходимости была своевременно оказана медицинская помощь. Будут полностью сформированы оптические показания у меня нужной медицинской помощи в пунктах проведения. И первой медицинской помощи медработники прошли соответствующий инструктаж по тому, как они должны себя вести, действовать. Кроме того, участники совещания были проинформированы об обеспечении общественного порядка и антитеррористической безопасности, а также о бесперебойной подаче электроэнергии и видеотрансляции в пунктах проведения экзаменов. К месту проведения аттестации будет обеспечен подвоз экзаменуемых. Подводя итоги рабочего совещания, Виталий Титаренко подчеркнул, что все заинтересованные службы должны работать в тесном взаимодействии и четко, как часы, для успешного проведения государственной итоговой аттестации. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова